Участвующие в деле лица и их представители могут получить копию определения 16 июня 2023 года. Также копия определения будет направлена участвующим в деле лицам и их представителям в течение трех рабочих дней со дня вынесения определения. Судья завражена в подпись. А он ушел куда? Может он уже домой уехал? Да, он ушел еще. А как-то с ним связаться? Чтобы папочку просто взять, то я говорю, просто я сейчас торчу время, непонятно для чего сижу. Ну я понимаю. Можете связаться с ним? Да просто я не знаю, чем там, а здесь и старые были. То есть мне достаточно сфоткать, мне бумага-то не нужна по большому счету. Хорошо, что нам делать? Так, не знаю. Вот мне просто мысль такая пришла. Это что, издевательство надо мной? Почему? Ну а почему? Ну судья объявил, что можно получить 16 числа. Я почему не могу получить? Нет, вы можете получить просто с удовольствием, а что? Я говорю, это что, как издевательство расценивать? Судья знал, что я здесь? Ну он же знал, что я здесь. В смысле, когда я хочу получить? Я здесь нахожусь для того, чтобы получить, естественно, и отчитаться перед своим заказчиком. Это ему не надо знать. Ну сейчас он подойдет, и мы его возьмем. Ну он куда ушел? Да, ну он встает, я не знаю. Так я говорю, похоже на какое-то издевательство. Я тут не считаю. Ну я так считаю, потому что я чувствую дискомфорт. Я вас прекрасно понимаю. А председатель, где у вас суда? Кто у вас председатель суда? Как с ним сейчас связаться? Может быть он позвонит, как-то решит этот вопрос? Даст вам команду. Пойдемте, сходим. Закройте, пожалуйста, сходим к председателю, чтобы вам дали команду и ознакомить. Здравствуйте, можно? Здравствуйте, вы заканчиваете? Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы хотели? А мы хотели, чтобы секретарю дали разрешение дать дело, чтобы я сфоткал и пошел домой. Какое дело? Не дело, а ходатайство, которое сейчас вынес судья, потому что сейчас объявлено было, что 16-го могу получить копию ходатайства о назначении экспертизы. Значит, подождите, пожалуйста, в коридоре. Хорошо, я подожду, просто я очень долго жду, хотелось бы все-таки решить мой вопрос. Вы видите, у нас совещание сейчас. Вижу, просто команду дайте, пожалуйста. Значит, я команду обязательно, да? Спасибо. Спасибо. Надеюсь, что вы учтете и мое мнение, желание. Представитель еще сказал, что вы можете получить в основную срок копию определения и к ним обращаться в рабочие часы. А сейчас еще не рабочие часы? Сейчас уже нет, не дадут. Вы что, издеваетесь, на мой взгляд? Я спрашиваю, вы издеваетесь? Нет. Нет. Здравствуйте. Мне нужен наряд полиции. Значит, Ленинский районный суд. Халатина 5. Скажите, пожалуйста, что случилось? Судья вынес определение, значит, провести экспертизу. То, что могу получить экспертизу 16-го числа, тоже сегодня. Вот сегодня он вынес, сегодня он его зачитал на бумаге, все зафиксировано, но отказывается мне выдать. А, то есть он должен были выдать экспертизу? Как он себя по-хамски ведет? Выставил меня за дверь, условно говоря. Говорит, что он сам решает, когда кому чего выдавать. Значит, я прошу наряд полиции сюда, чтобы предотвратить правонарушение. Я отсюда не уйду, пока меня с приставами не уйдут. Либо с сотрудниками полиции. Надеюсь, председатель суда это слышит. Может, пожалуйста, ваш мобиль? Мамайя Владимир Владимирович. В рабочее время. Вы слышите, я надеюсь? Что вы хотите? Я хочу получить определение. Значит, вам разъяснили порядок получения? Да, разъяснили. Зафиксирована на аудиозапись. Могу получить 16-го числа. И что вы теперь хотите? Я хочу получить и уйти. Я даже пошел на то, что я не буду получать, я просто сфотографирую и уйду. Вы что, издеваетесь надо мной? Сейчас подойдет судебный пристав по ОПДС. Значит, объясните, пожалуйста, ситуацию. Пускай принимает решение. Слышали? Вот, Сатруй, это председатель говорит, это что нам нужен наряд полиции для того, чтобы пресечь их правонарушение. Спасибо большое. Потому что это издевательство. Я просидел возле кабинета столько времени. Они тут чаи гоняют. Спасибо. Здравствуйте. Ждем наряд полиции. Беспредел творят. Судья вынес определение. Все. Объявил, что я могу его получить. В итоге ушел. Секретарь не может папку взять. Я говорю, даже не надо мне давать, я просто его отфотографирую и уйду. Все, они там сидят, говорят, мы не будем. Мы когда захотим, тогда и будем давать. Смотрите, определение? Да, определение, которое он огласил, на бумаге напечатанное огласил. Сказал, что вы можете его получить. Я подошел его получать, и он и ушел. У меня ведется непрерывная аудиозапись. Все это время я сижу непонятно для чего. Ничего не сказали предопределения. Ничего не сказали. Секретарь сидит, говорит, а я ничего не могу сделать. Вот лежит дело на папке, но я не могу его взять. Я говорю, хорошо, пойдемте к председателю суда. Заходим к председателю суда, там сидят, за враженом сидит, который вынес определение. Я говорю, что это так, я могу просто его хотя бы отфотографировать. Я уже не прошу его на руки получить, если у вас тут занято, там чьи гоняют. Вопросов нету. И только он начинает со мной по-хамски вести. Типа, я сам решаю, когда мне и кому чего делать. Я говорю, да, да, учтите мое мнение, что я тут сколько могу сидеть? Два часа, две, десять часов. Я говорю, мне непрерывно, у меня в 14.30 начал судебное заседание. Сколько сейчас время? И вот у меня сейчас объявляют, что у него закончилось рабочее время. Так у него-то, может быть, и закончилось, у судей не закончилось. Я здесь нахожусь с момента, ну, ну, это бардак. Идет он, что, он думает, что если он имеет должность, он, что, не сменяемый, что ли, он попутал что-то? Вы наряд высвали уже? Конечно. Вот я хочу, чтобы он слышал, что я с ним разговариваю именно так, как он заслуживает, что он попутал. Последний, давайте, на первую очередь, порезнем. Пойдем. Это наглость какая-то, это просто наглость. Я в шоке. Вроде так, все нормально, себе нормально, судьи начали вести. И тут такая вот. Привет еще раз. Ты прикинь, какая наглость. Это жалко, что ты сегодня не смог. Это просто трандец. Рассказываю ситуацию. Судья вынес, значит, определение, удовлетворил ходатайство, назначение экспертизы. Объявил, что можно получить его 16-го числа, ну, то есть сегодня. Все. Все. Ну, я пошел ожидать у секретаря, соответственно, все. Вот. Я сейчас подожду. Вот. Судья взял, вышел и ушел. И с концами. Я сижу, сижу, жду, жду, жду. Ну, думаю, ну, что там, секретарь, когда уже вынесет меня определение, чтобы я уже ушел. Заглядываю в кабинет, мне секретарь говорит, а я это, типа, не могу ничего сделать, судья ушел. Я говорю, в смысле, как ушел? Не знаю, ну, ушел и все, нету, понимаешь. Вот я сижу, жду определения, чтобы уйти с ним, которое я могу получить, как он объявил. В итоге его нету. Да, я ей говорю, слушайте, ладно, давайте я не буду дожидаться этой бумажки, как говорится, она мне не нужна. Говорите, давай я просто сфотографирую то определение, которое он огласил, ну, в материалах дела, и уйду. Она говорит, я не могу дать вам, потому что вот она в кабинете лежит. Хорошо, говорю, пойдемте к председателю суда, как бы он даст вам команду, чтобы просто открыть эту папку, я сфотографирую это определение. Ну, чтобы, ну, мне бумага не нужна, по большому счету. Заходим в кабинет, сидят они там, целая делегация, я не знаю, там, чаи пьют или еще что-то. Я говорю, так и так, можно дайте команду секретарю, чтобы он на меня знакомил, я сфотографирую, и все, я уйду, мне бумагу не надо, я не буду вас тут особо отвлекать. И председатель такой, я сам решаю, кому чего и как говорить, понимаешь? Я говорю, ну, хорошо, учтите мое мнение, пожалуйста, что, как бы, ну, я все-таки жду это время, это неуважение к человеку и тому подобное. Ладно, вышли, он секретарь позвал, секретарь выходит. И вообще, как бы, через секретаря передают, что якобы у нее рабочий, в смысле, у него рабочий день закончился, обращайтесь в другие дни, понимаешь? То есть, прокинули меня, ну, естественно, я сотрудников полиции вызвал сейчас. Мы сейчас с приставами сидим, ожидаем, когда сотрудники полиции приедут. То есть, мне надо зафиксировать сам факт, что мне отказывают выдать определение, что вот так себя по-хамски ведут, издеваются. Единственное, как бы, плохо, что я один, но в любом случае это все зафиксировано на аудио. Я думаю, вот это нужно вообще просто рассказать. Вот это, я не знаю, извиняюсь за выражение рожи, вот этого председателя, который смотрел на меня и нагло мне такие слова говорил. Я вообще это не понимаю, что это он, себя Бога увидел, что ли? Я говорю, просто Бога увидел. Все нормально так начинал, судья за вражину, все себе нормально, корректно ведет в судебном заседании, все четко огласил, понимаешь? И тут такой конфликт на пустом месте. А ты где уже? Дома не? Понятно, то у меня просто, блин, это шнур, ты я забыл положить, чтобы телефон зарядить. У меня вот этот телефон может разрядиться. Ладно, сейчас я дождусь какого-то времени, если сотрудники полиции будут ехать, долго я сейчас, соответственно, что я буду ждать, тут у меня что? Делать больше нечего. Пойду я заниматься своими делами. Сейчас сам факт зафиксировали, что как бы отказались выдать мне протокол, это определение, как бы, все на этом. Что мне там перед ними, пресмыкаться, что ли, я не знаю. Они, я говорю, совсем себя попутали. Ладно, Денис, я не вижу смысла ждать. Значит, определение у меня на аудио зафиксировано, что он там наговорил за вражных. Сотрудников полиции скажу, что пускай участкового у меня направляют. Я дам объяснение. Вот я не вижу смысла, просто, ну, соответствующие выводы делай, понимаешь. Здравствуйте, еще раз, это Мамаев. Смотрите, я считаю, что вот это хамство и неуважение, я как бы дальше терпеть не буду. Что-то тут выжидать, чтобы они тут глумились на тем, что говорится, ждите, ждите, а мы боги и цари. Соответственно, я иду домой, факт отказа выдать определение зафиксировано у меня на аудио, вся эта конфликтная ситуация. Поэтому у меня к вам большая просьба. ППСников можно отменить, потому что по ходу дела они все равно ничего не решат, потому что у нас судьи это боги. Это боги просто. Но ничего, эти боги, чем выше сидят, тем громче падают. Вот, значит, что мне нужно? Мне нужно, чтобы сотрудник полиции ко мне обратился и взял с меня объяснение, соответствующее заявление. Значит, будем фольклассонную коллегию судей писать. Но мне нужен сам факт зафиксировать, что, кажется, я делал обращение, что такой отказ был. Ну, сами понимаете. Ну, просто, понимаете, я впервые такое встречаюсь, просто такая наглость. Сидят там чаи гоняют и говорят, мы сами будем решать, сколько вам, условно говоря, сидеть у нас под дверью, как собаку держат. Ну, они, наверное, попутали. Я говорю, просто я возмущен до крайности просто. Это такая наглость, сверх наглость. Знает, что я сейчас должен получить определение и свалил. Другого слова подобрать не могу. И сидят, высиживают, специально издеваются. Ладно, определение он там выносил с 14.30, судебное заседание задержали там минимум, по-моему, около часа. Потом судебное, это неизвестно сколько. Ну, то есть, они просто решили меня помурыжить, помурыжить до конца рабочего дня. И не факт, что они мне вообще что-то дадут, понимаете. Ну, ничего, ничего, хорошо. Да, даете отбой, ну, обязательно, значит, Майдан у вас же есть, чтобы сотрудник, сотрудник полиции, да, Подержинского А7, чтобы он ко мне обратился, чтобы зафиксировать. Ну, то есть, переоформите там или как-то для объяснения. Беспредел, просто беспредел. Хорошо, спасибо, до свидания. Продолжение следует...